Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. И не так давно мы у себя на канале выложили ролик, в котором обсуждали вопрос, опирается ли высоко летящий в небе самолет на землю, где утверждали, что да, опирается. И весь вес самолета все так же продолжает давить на землю, хотя этот вес распределяется на весьма и весьма большую площадь, и поэтому давление, создаваемое летящим в небе самолетом, конечно же, крайне незначительно. И в этом ролике была ссылка на наш старинный ролик «Муха и вертолет», который благодаря алгоритмам ютуба за последнюю неделю посмотрело чуть менее 200 тысяч человек. Ну и появились многие комментарии новые, мы посмотрели на старые, стало ясно, какие вопросы вас интересуют. Ну и базовым конечно был вопросом такой, все-таки касающейся мухи, которая летает внутри банки. А мы можем себе представить такую муху, между прочим, есть мухи очень по раскраске своей, по расцветке, похожие на пчел. Эти мухи могут зависать и долго-долго висеть на одном месте. Ну вот представим себе, что такая муха тут у нас взлетела и зависла внутри банки. Ну и понятно, что если она зависла невысоко над дном, то создаваемые воздушные струи, отбрасываемые вниз, долетают до дна и давят на него. Но спрашивается, а если она взлетит повыше, но ведь эти воздушные струи точно до дна теперь не долетают. Так будет приходиться вот в каком-нибудь вот таком положении вес мухи на дно или там на весы, на которых стоит эта банка или нет. Ну и еще говорили, так у вас банка сверху не закрыта, когда муха здесь у поверхности поднялась вот к верхнему обрезу или даже чуть вылетела. Уж тогда точно все становится не так. Ну и чтобы это проверить, я решил поставить еще один эксперимент и сделал для него вот такую модель мухи. Это трубочка, из которой может дуть струя. Ну и сейчас я посмотрю, с какой силой эта струя давит на весы. Значит, включил весы, поставил трубочку недалеко от поверхности. Ну и я видел, что показания весов составляют что-то в районе полутора граммов, чуть меньше, 1,45. Ну, в этом смысле можно считать, что эта трубочка имитирует муху массой полтора грамма, которая зависла за счет отбрасываемого вниз воздуха. И вот с этой мухой сейчас я буду делать эксперимент. Ну, а теперь вот моя установка. Как уже было сказано, эта трубка будет играть роль воображаемой мухи массой полтора грамма, которая висит в воздухе неподвижно и отбрасывает вниз воздушную струю. А вот это цилиндрическая банка, высокая и узкая, установленная на электронные весы. Ну, а теперь все по порядку. Я запускаю запись. Опускаю вниз трубку почти до самого дна. А теперь включаю воздуходувку. Ну, и мы видим, что показания весов составляют что-то в районе 12 миль ньютонов. Эта струя давит на дно. А теперь я поднимаю трубку все выше и выше. А показания весов не меняются. Обратите внимание, трубка уже на самом верху. И, конечно, струя сейчас не доходит до дна. А 14 милиграммов, нет, мили ньютонов все те же остаются. Еще выше поднимаю. Все те же 14 мили ньютонов. А теперь убираем в сторону и показания падают до нуля. Ну, и я выключаю воздуходувку. Итак, мы видели, что вне зависимости от того, на какой высоте расположена трубка, внизу, посередине, вверху или даже над входом в трубу, показания весов остаются практически одними и теми же. И это нам надо объяснить. И вот изображена наша банка. И муха где-то недалеко от ее дна. И ясно, что в таком положении. Те воздушные струи, которые она отбрасывает вниз, они давят на дно банки. И это давление регистрируется весами. Но что происходит, когда муха висит высоко? Здесь, у обреза банки или даже несколько над ним. Мы же видим то же самое давление. А происходит вот что. Все те же струи воздушные тормозятся следующими слоями воздуха. А это значит, что они давят на эти слои. Давление здесь повышается. Эти слои давят дальше, 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 дальше. И таким образом это давление достигает дна муха в итоге, как бы через такой воздушный поршень, давит на дно банки ровно с такой же силой. И теперь настало время нашего заключительного вопроса. Но я даже не знаю, о чем вас спрашивать, пока вы не напишите свои комментарии под этим роликом. А вы их, конечно, напишите. Зато у меня к вам есть просьба. Мы сейчас будем возвращаться к теме закон Магнуса. И поэтому я прошу вас всех посмотреть наш старинный ролик закон Магнуса. Ссылка на него есть здесь внизу под текущим роликом. И, может быть, мы снова очередной раз окажем некое воздействие на алгоритмы Ютуба. Посмотрим, к чему такой одновременный просмотр приведет. А пока что спасибо вам за то, что вы нас смотрите. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!